Всем привет! С вами Олеся и вы на канале В Шоколаде. Сегодня мы с вами приготовим восхитительный морковный торт. Этот рецепт довольно простой, быстрый и относительно недорогой. К тому же тесто в нем получается всегда, что немаловажно. Сначала смешиваем сухие ингредиенты для нашего теста. Берем 320 грамм просеянной муки, добавляем к ней 1 чайную ложку корицы, половину чайной ложки молотого мускатного ореха, 2 чайные ложки разрыхлителя, 1 чайную ложку соды и половинку чайной ложки соли. Все это слегка перемешиваем и отставляем в сторонку. Затем берем 300 грамм сахара, вливаем в него 4 яйца и взбиваем до пышности. Продолжая взбивать ужин на небольшой скорости, вливаем 250-300 миллилитров растительного масла, обязательно без запаха. Теперь, не переставая перемешивать, постепенно просеиваем сюда наши заранее смешанные сухие ингредиенты. Должна получиться примерно вот такая консистенция. После этого добавляем к тесту 500 грамм моркови, тертой на мелкой терке. Затем всыпаем в наше тесто стакан измельченных грецких орехов и снова перемешиваем. Готовое тесто выливаем в смазанную сливочным маслом форму и выпекаем около часа при 180 градусах, проверяя шпажкой или зубочисткой на готовность. Пока выпекается корж, приступим к приготовлению крема. Для него возьмем 500 грамм холодного творожного сыра или маскарпоне. Добавляем к нему 200 грамм сливок 30% и более и взбиваем. Не переставая взбивать, добавляем 100 грамм сахарной пудры. Наш крем готов! А теперь приготовим карамель, которую мы тоже будем наносить между коржами. Для этого в сотейнике растопим 120 грамм сахара до янтарного цвета и тонкой струйкой вливаем в него 100 миллилитов подогретых сливок. А затем выключаем плиту и добавляем 40 грамм сливочного масла. Карамель готова! Берем уже готовый и остывший корж, разрезаем его на три слоя и начинаем собирать наш тортик, нанося крем и карамель на каждый слой. До новых встреч! Продолжение следует... ПОЭТИТbed! на верхний слой и по бокам тоже наносим крем ну а далее украшаем наш тортик как угодно я решила использовать украшения в виде ромашек они создадут праздничное настроение деткам для которых он и приготовлен а еще добавим сюда разноцветные шоколадные камешки и немного золотых шариков вроде неплохо получилось а вы как считаете поделитесь в комментариях приятного аппетита спасибо за просмотр друзья ставьте лайк подписывайтесь на канал делитесь мнением и рецептами в комментариях всем хорошего настроения пока пока